Все дети, супруг, вся семья очень тяжело переболели, поэтому мне сейчас очень любопытно, а вдруг сформировался иммунитет, это было бы очень хорошо. Иммуноферментный анализ на COVID-19 показывает наличие в организме антител к вирусу. Есть три типа антител, на два из них уже делают тесты в Абхазии. На антитела А, которые вырабатываются почти сразу после заражения и показывают острую фазу заболевания. И антитела G, которые свидетельствуют о перенесенном заболевании. На оба вида антител можно проверить свою кровь, сдав анализ в лаборатории Лабквест. Сейчас у нас проходит акция и с 2000 мы снизили до 1500 сумму за единицу. А если мы делаем в комплексе иммуноглобулин А, G и ПЦР-тест, но ПЦР-тест мы, к сожалению, не принимаем в лаборатории у нас, Лабквест-ин-Лайф делает его только с ампидемстанцией Республики Абхазия. Поэтому мы можем выполнить только иммуноглобулины А и G и проверить, были мы бессимптомными носителями, или у нас острая фаза, которую мы тоже переносим бессимптомно. Сравнительно невысокая цена за анализ на один вид антител связана с тем, что уже нет дефицита реактивов и ажиотажного спроса, как это было в начале пандемии, рассказывает Амина Амичба. Ну, поначалу, когда любой метод исследования в самый пик производится, тесты системы являются дорогими. Приобрести их даже на территории России достаточно сложно, потому что их не хватает на такое количество людей, поэтому ценник на нем был высокий. Иммуноферментный анализ считается достоверным и используется в диагностике наряду с ПЦР-тестом, который дает точный ответ, есть в организме вирус или нет. В отличие от экспресс-тестов, которые сегодня в мире также популярны, но опираться на их результат нельзя, уверен и специалист. Что касается экспресс-тестов, которые сегодня в народе, которые в России даже и за рубежом достаточно актуальны сейчас, допустим, экспресс-тест на дому, то я с этим немного не согласна, потому что экспресс, как любой экспресс-тест, он дает как ложные отрицательные, так и ложные положительные результаты. Он является скрининговым тестом, но не тестом, который дает нам диагноз. Амина Амичба рекомендует сдавать тест на антитела COVID-19 в первую очередь тем, кто контактировал с инфицированными этим вирусом или тяжело болел в недавнем прошлом респираторной инфекцией. На COVID нужно сдавать людям, которые имеют анамнез, либо контактировали с людьми, которые очень тяжело болели. Сдавать людям с сахарным диабетом, потому что они в зоне риска в первую очередь. Мы сами все знаем, что в декабре, январе месяце количество переболевших, тяжело переболевших в стране было очень много. И каждый из нас хочет узнать, переболел ли он этим новым вирусом или нет. Результат анализа на антитела COVID-19 пациент получает через сутки после сдачи крови, которую, как и все биоматериалы, на все анализы Лабквест отправляет курьером в аэропорт, а затем на самолете в Москву. У нас пропуск на вывоз биоматериала и документ Росгородздрава на ввоз биоматериал в Российскую Федерацию. Наш курьер соблюдает все правила карантинной службы. То есть мы меряем температуру, прежде чем отправить его в поездку. Одевает обязательно маску и перчатки. Приходить за результатом теста не нужно. Он приходит на электронную почту, рассказывает Амина Амичба. И предупреждает, что с симптомами простуды на сдачу анализов никто из пациентов не допускается. Если есть подозрения на коронавирус, следует обращаться в скорую помощь. Мы не принимаем температурящих, кашляющих людей с подозрением на ОРЗ или ОРВИ. Таких пациентов мы заранее предупреждаем в своих соцсетях. Им нужно обращаться либо в инфекционную больницу, либо в стационары, там, где идет уже под карантин. За неделю, что идет прием анализов на ферментный тест на антитела коронавируса, в Абхазии его сдали 10 человек. Все результаты отрицательные. Только когда их проведут более сотни, можно будет делать выводы о наличии иммунитета COVID-19. Так говорят специалисты.